Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, друзья! Мы начинаем новый цикл программ. Это программа Русского космического общества, посвященная развертыванию космоносферного пространства, то есть той среды, которая имеет в себе несколько контуров. Это, во-первых, цели, контур отношений, контур социологии и контур технического обеспечения, реализации тех целей, задач и тех отношений, которые мы выстраиваем внутри Русского космического общества. И сегодня здесь я, Гапронов Алексей Алексеевич, глава Русского космического общества, и Александр Алексеевич Меркулов. Как мы для себя определили, это генеральный конструктор ноосферно-космических пространств Русского космического общества, ну а кроме того, это руководитель целого направления инновационной деятельности. Ну, об этом несколько слов он сам скажет. Александр Алексеевич, ну, два слова буквально, подводка под то, что мы будем сейчас обсуждать. Итак, ну что такое Русское космическое общество, я думаю, объяснять не нужно. Тем, кому нужно об этом узнать поглубже, почитайте, посмотрите. Материалы есть на сайте, в цели, задачи четко сформулированы. Я скажу лишь два слова. Цель, которую мы ставим перед собой, это обеспечение условий для перехода цивилизации в эпоху космической истории человечества. Что это такое? Предыстория, которая включала в себя развитие биосферы, социосферы и техносферы вплоть до 21 века, двигалась по направлению законно-исторического развития. Законно-исторического развития согласуется с понятием рост свободной энергии или полезной мощности живых систем. Этим прекрасно владеет русская научная школа. Этим замечательно владеет научная школа устойчивого развития имени Побейска Георгиевича Кузнецова, которая была создана Борисом Евгеньевичем Большаковым, первым президентом Русского космического общества. И это те основания, на которых мы стоим сегодня. Что это значит? Это значит, что биосфера, по-вернадскому, переходит в свое новое качество, ноосферу. Ноосфера – это сфера разума, то есть развитого ума. Ум – это измерение, разум – это свое измерение. То есть в 21 веке мы входим в эпоху управляемой истории развития человечества. И поскольку это сопряжено с переходом в новое качество цивилизации Земли, то есть человечество становится космическим. А это значит, что оно снимает пределы роста, беспредельностью развития, имея в своем распоряжении технологии, ресурсы, возможности для выхода за границы своего ареала, то есть в космос, в космическое пространство. И пусть сегодня несовершенными являются наши технические и космические системы, но мы точно знаем направления, по которым нужно работать – научно-технически, организационно, экономически, интеллектуально, творчески, для того, чтобы эти задачи решить. Когда есть цель, тогда находятся средства для ее решения. Так вот, для того, чтобы все это произошло, для того, чтобы этот переход осуществился, необходимо формировать среду, необходимо формировать социологию, отношения, а также необходимо обеспечивать технические условия для такого перехода и для такой деятельности. Об этом аноосферно-космические пространства. Об этом организационная структура, которую мы сегодня разворачиваем на площадке русского космического общества. Поэтому, Александр Алексеевич, я общую подводку дал. Я прошу тогда раскрыть, во-первых, ваше понимание вот этого процесса, той деятельности, которую мы ведем, и вас как генерального конструктора уже, как человека, который работает с техническими системами. Я не буду сейчас раскрывать какие-то детали, я знаю, что вы их сами раскроете. Прошу показать вот эту грань реальности, как это связано с понятиями ситуационного центра, как это связано с понятиями кибернетика, как это связано с понятиями живые системы, воспроизводящиеся, ну и так далее. Да. Чтобы раскрыть этот вопрос, я немножко те же определения, Александр Алексеевич, которые вы сказали, ту же подводку сделаю немножко с другой стороны. Вот если мы рассматриваем нашу жизнь, вот мы все живем, все в каких-то пространствах, да, находимся. Даже вот здесь мы находимся в пространстве студии, вот этой студии. Но на сегодняшний день, если посмотреть на все развитие человека, человечества, нас привело к тому, что количество энергии, которое сосредоточено для одного человека, для коллектива, в котором он находится, оно все больше и больше увеличивается. И вот эта всевозрастающая мощь заставляет нас думать не только о тех пространствах, в которых мы привыкли общаться, да, то есть тот свой небольшой мирок. Но расширяя его, мы расширяем его сначала до предела своей семьи, потом оно расширяется до предела коллектива, в котором мы работаем. Кто-то мыслит уже категориям города, страны и мира в целом. И таким образом мы потихонечку приходим к пониманию, к тому, что на сфера, одно из определений, там много существует определений, это пространство, в рамках которого взаимодействие природы, общества, человека и техники происходит под влиянием в основном разума человека. Это я даю такое определение для того, чтобы перейти к инструментальному пониманию этих процессов. Но смотрите, что получается. Если мы будем рассматривать только под влиянием именно человека, его деятельности, его интеллектуальной, разумной деятельности, этого мало. И тогда она может быть как разрушительной, так и созидательной деятельностью. И в рамках русского космического общества мы говорим о ноосферно-космических пространствах, о космоноосферных пространствах. То есть это пространство, в рамках которого разумная деятельность оплодотворена целью, целью устойчивого ритмоциклического развития жизни. Провозгласить этого мало. Мы являемся наследником больших трудов и русской научной школы. В первую очередь мы знакомы с западной научной школой, с восточной научной школой. В рамках тех подходов, которые там изложены перед нами, поставлены философские цели и задачи, поставлена общая рамка методическая. Но мы, находясь на современном развитии науки и техники, должны это претворить в жизни. Что на сегодняшний день мы имеем? Ну, во-первых, это создано русское космическое общество. Это организационная база, в рамках которой мы будем разворачивать нашу экосистему, нашу космо-ноосферную систему. И ее элементами будут еще также технические средства и программные средства. Вот на этом я хотел бы остановиться чуть-чуть подробнее. В области программных средств. Что по существу такое программные средства? Мы знаем приблизительно, что техника и современная разработка, то, что называется софтом, приблизительно началась где-то с 40-43 года, когда появились первые компьютеры. С тех пор произошло очень много стадий развития различных элементов. То есть, в чем это заключалось? Сначала у нас была кусочная автоматизация. Это большой был период, где-то ориентировочно до 70-х годов прошлого века. Затем большой период связан с появлением интеллектуальных систем. Вот здесь как раз появится слово, которое у нас будет центром нашей космической системы. Это ситуационный центр. Так сложилось впервые. Это было прообраз стационного центра. Вообще-то говоря, был сделан в России. Это советский ученый Василий Китов. Он первым предложил систему, которая объединил всю страну в целом. Но так уж сложилось, что эта история не поимела продолжения и было положено под сукно. А первая реализация произошла в Чили под руководством английского кибернетика Стаффорда Бира. И был реализован первый ситуационный центр. Это 70-е годы. 72-й, 73-й. Да, да, да. Это вот в те времена. С того момента развитие этих систем, это единственный программный продукт ситуационного центра, который движется сверху вниз. То есть сначала он появился на уровне руководства страной, да, потом на уровне субъектов федерации и потихонечку сейчас спускается вниз до уровня муниципалитета. Вот такая у него история. Это его особенность. И вот эта система стационного центра с тех пор стала закрыта. Если мы посмотрим публикации, очень мало публикаций по тому, как они работают. Но мы сегодня знаем, что все развитые страны имеют ситуационный центр. И именно ситуационный центр по образу и выражению того же Стаффорда Бира является, у него книга такая, есть мозг фирмы. Но здесь по существу это и есть мозг, который синхронизирует нас, людей, которые имеют цель, которые имеют организационную структуру, синхронизирует с теми техническими средствами, которые мы используем и с программным обеспечением, которые мы разрабатываем. Опять же по образному выражению основателя этого подхода важным становится не то, как какую-то технологию внедрить в организацию, а важным становится вопрос, каким должна быть организация в тот век, когда вот эти технологии вокруг нас создаются. То есть вопрос фактически зачем стоит в основе всего, а дальше технологии, которые способны обеспечить достижение указанной цели. Да, именно так, потому что это же у нас не ящик наборов железок и технологий, а именно это организация, организация нового типа. И здесь я, несмотря на то, что я в большей степени разработчик программного обеспечения, я должен четко сказать, первым здесь в первую очередь это цель. Это цель и это организация, которая на эту цель построена. Если мы этого не делаем, то то, что мы разрабатываем, а вот сейчас я коллеги чуть-чуть, хотел бы в сторону прямо отклониться, ведь сейчас элемент искусственного интеллекта. Зачем он будет, этот искусственный интеллект? Против кого? Против чего? Или за что? Да, зачем, а следовательно как. Потому что зачем стоит перед, это голова, как, это собственно способ достижения этого, зачем. Поэтому какие ограничители, какие регуляторы будут заложены как императивы управления этой системой, системой достижения цели. Здесь как раз либо они естественные, объективные, и здесь наша позиция абсолютно едина, это согласованные с законом ритмоциклического развития жизни, жизнь с большой буквы и с маленькой буквы, то есть жизни конкретных лавкальных живых социальных систем. Или это искусственное управление, вот собственно я думаю, что с этим конечно во многом связаны ситуации со Стаффордом Биром и с тем, что институционные центры перекочевали в область закрытой, засекреченной логики. Потому что как только обмен ресурсами, технологиями, возможностями, энергией, временем жизни в конечном итоге, а на самом деле это первичное качество нашей реальности, становится общедоступным, сразу встает вопрос об эффективности системы управления, об эффективности контроля, об эффективности целеполагания и собственно достижения этих целей. Да, потому что вот здесь, это хорошо, что Алексей Алексеевич, вы затронули сейчас это, потому что здесь вот интересный момент. Ведь на сегодняшний день мы уже знаем, я сейчас беру в кавычках страны под названием Facebook, в которые входит 2 миллиарда человек. Это страны Амазон, это страны Алибаба и прочие системы, которые вроде бы решают частные задачи. Там где-то мы имеем в виду социальная сеть, здесь торговая площадка, но смотрите, что происходит, ведь они собирают о нас информацию. И у этих организаций есть ситуационный центр. Нет, только обратите внимание, обобщая такую информацию, практически 2 миллиарда, это 1 четвертая всего населения Земли, люди, которые, ну в наших терминах это ООО, АО, частная структура, имеют информацию, обрабатывают, а возникает вопрос, а в каких целях она ее использует? Это безусловно, но здесь я хочу сфокусировать важнейший аспект, и все, кто будет смотреть это видео, и нас, поскольку мы в крае угла кладем понятие о том, что власть или управление, это всегда управление энергией, временем, жизнью, и больше ничего иного нет. Все остальное производные, то есть у нас есть время, отпущенное нам на жизнь, и у нас есть энергия, энергия на время дает мощность для того, чтобы максимально эффективно прожить свою жизнь, максимально эффективно реализовать тот потенциал, который заложен в нас природой, космосом, творцом, кто в какой логике понимает высшей иерархии. Так вот, когда государство Facebook, когда государство Amazon, YouTube и прочие структурные подразделения, системы управления этим миром используют эти ресурсы для направления миллиардов человеко-часов в те или иные лакуны, это и есть управление, это и есть власть. И, конечно, сегодня, в 21 веке, а с этого мы начали, да, но сферное будущее, космическое человечество. Какое может быть будущее, какое может быть человечество, если нет ответа на вопрос, зачем человек входит в Facebook, зачем человек входит в какие-то иные социальные сети, какую пользу, как рост мощности, рост эффективности его, его семьи, его окружения, общества, государства несет вот эта вот канализация его энергии и времени жизни. Это вопрос о важности вообще здравомыслия в целом, научного подхода к управлению развитием живых систем и к организации управления через ситуационные центры, коими являются, действительно, кои являются мозгами тех корпораций и структур, которые направляют колоссальные потоки энергии и времени жизни живых систем, человека и сообществ в определенные направления. Да, Алексей Алексеевич, я вот хорошо затронули, я сейчас как раз хотел бы вот такой нюанс отметить. Мы там все читали историю, там забусы обменивают тут из земцев золото. Что сейчас происходит вот в этих каналах? Забусы, забусы предоставят нам ресурсы, там 15 гигабайт свободные, построены там кубические километры центров обработки данных. А что золото является? А золото, все наши знания, все наши знания. Наша жизнь, жизнь, которую мы положили на то, чтобы обрести эти знания, жизнь, которую мы положили на то, чтобы раскрыть свои интеллектуальные способности, свое физическое состояние, которое мы поддерживаем для того, чтобы обрести эти знания и так далее. Мы отдаем за то, чтобы получить 15 гигабайт, какой-то новый там лайк и какой-то новый там скин, какой-то там игре. За 15 гигабайт, а по существу с помощью тех же нейросетей эти данные обрабатываются, эти данные группируются и составляется наш цифровой двойник, наш цифровой оплик, и мы уверенно движемся в цифровой конслайзер. Что же мы делаем в этой связи? Мы делаем следующее. Элементами работы сессионного центра, фейсбука, нам никогда не дадут воспользоваться или дадут видимость воспользоваться. Всегда будет оставаться часть, которая работает более мощно или на сегодняшний день я бы такой термин произвел. Вот раньше было такое понимание, то есть, вернее, как бы цензура, это когда что-то не выпускается. Цензура современная в ее изощренной форме не то, что что-то выпускается, а выпускается с более медленной скоростью. То есть, пожалуйста, это выйдет, но в зависимости от ситуации, через день это никому уже не нужно, а иногда через час, а иногда даже через 10 минут, то есть, ну, с учетом обработки информации, и тогда, получается, владелец этой информации находится и с учетом развития цифровой технологии просто в тысячи раз более выгодной ситуации. Мы предлагаем следующее. Наш ситуационный центр, который будет в Русском космическом обществе, это не просто одно название, а это система распределенных ситуационных центров, где каждый человек, который понимает свое движение в рамках общей цели, общего дела. Свою функцию. Да, свою функцию, понимаете. Будет пользоваться этими плодами, да, в моменте, в моменте со всеми, и это у нас уже будет формироваться соборный интеллект, то есть, это интеллект распределенный, да. Соборный, со-направленный интеллект. Да, то есть, это с одной стороны, с другой стороны, это соэволюция человека, человека, это техники и программного обеспечения, то есть, мы видим вот этот поток, который формируется, то есть, людей именно свободных, людей, которые понимают, куда они двигаются и что они используют, и которые отдают в эту систему свой ресурс, интеллектуальный ресурс, технический ресурс, программный ресурс. Вот это принципиальное отличие. И если уж коснуться немножко, немножко совсем технических деталей. Этого нужно коснуться, потому что понятно, что разная аудитория будет смотреть данное видео, но чтобы это не стало общими словами, нужно коснуться, может быть, даже и научных оснований, да, и здесь мы вспомнили уже Бира, мы вспомнили других, мы вспомнили Спартака Петровича Никанорова, вспомнили Бориса Евгеньевича Большакова, Побескова Кузнецова. Наверное, несколько слов здесь нужно сказать и, конечно, о программной части. Да, вот здесь я зайду, как раз заход сделаю из программной части. Одна из ключевых проблем, связанных с сациональным центром, внутри него находится модель организации, которую он управляет, да, и чтобы заложить эту модель, оказывается, мало только описать ее тем языком, который понимает человек. Мы это должны объяснить компьютеру, мы должны объяснить это тем программным средствам, которые будут нам помогать обрабатывать. Математическое обеспечение должно быть в этой логике. Ну, даже я, конечно, наверное, вот для этой передачи мы совсем туда глубоко не будем, но концептуальные вещи, концептуальные науки, которые мы используем, то есть обязательно сейчас об этом надо сказать. Во-первых, общая рамка задается трудами русского космизма и теми законами, это закон сохранения мощности, закон сохранения устойчивого развития жизни открытых планетарных систем. Это общая рамка, это общая методологическая рамка. Отсюда вытекает цель. Да, да, вытекает цель, и об этом всегда, независимо, знаем мы это, не знаем, всегда мы друг друга напоминаем, потому что, чтобы его не терять, цель, никогда. А вот технические средства, когда мы говорим ключевое ядро ситуационного центра, это модель организации. Организация по определению, если вы откроете еще в далекие времена, там в Большой Советской энциклопедии, но я должен сказать, мало что поменялось, там у нас написано, Организация определяется как система, ну, представьте, просто система, не будем погружаться, как процесс и как свойство. Так вот, анализ, научный анализ этих работ, она эту тему защищена, работа и кандидатские диссертации, и докторские диссертации на эту тему, привел к следующему, что описывает организацию как система, наиболее полно, это работа, которая называется, или не работа, я говорился, наука, аутопоэсис, или самовоспроизводство, и эта наука восходит к основателям этих подходов, Умберто Матурана и Франциско Варрелла. Но так как-то случилось, они жили в одно время со ставкой тамбира и творили. То есть, как система, что воспроизводит, самовоспроизводится? Такие понятия, как целостность системы, то, что система у нас носит открытый характер, то, что в системе есть операционно замкнутые процессы, что система обратает целостностью, а что она может определяться во внешнем мире и ряд других свойств. Описывается это все в текстовом виде. И здесь некоторая аналогия идет с должностными инструкциями. Но я должен сказать, здесь есть глубокие основания. Второе большое направление описания организации как свойства. Как свойства, где на каждом системном уровне эти свойства приобретают новый, скачкообразный характер, который принято называть эмерджентностью. Это наука, которую впервые применил для социальных систем, и это Стаффорд Бир. И он разработал систему описания предприятия, разделив ее на пять уровней, так как это устроено в человеке. Он повторил эту систему рекурсивно строения человеческого образа, человеческого организма и выразил это в графическом виде. А следующее направление это уже разработки наших российских ученых, которые начали действовать в советское время. Это Кудрин Борис Иванович и Гнатюк Виктор Иванович, которые рассматривают организации системы как техноцинозы. А что такое техноциноз? Это тот же биоциноз, но применимый к тому, что мы создали искусственным образом. И вот наша задача, наша задача применить это для существующей системы. Уже разработана полностью теория, она существует, разработано программное обеспечение, где мы описали организацию, я здесь еще раз повторюсь, с помощью этих трех подходов. Технетик, аутопоэзис это организация как система, это инвариантные свойства. Структурные свойства, которые поддерживают свойства эмерджентности, это Стаффорд Бирг. Это модель, так называемая модель жизнеспособных систем. И описывающий как процесс, описывающий ресурсные свойства, это техноцинологический подход. И все это объединено, идет под зонтиком устойчивого ритмоциклического развития жизни. Вот на самом деле такой научный подход здесь заложен. Да, это удивительный синтез, который сейчас имеет место быть, потому что здесь об этом не было проговорено, но это как раз выходит за рамки напрямую кибернетики и технических решений, и технических наук. Но это напрямую связано с пониманием, во-первых, сути и сущности живых, открытых, самоорганизующих систем. Это понятие функционально-целевые системы, это великая наша школа функциональных физиологов, это Анохин, ученик Павлова и так далее. Это понимание направленной эволюции, как на Магенез. Это понимание устойчивой неравновесности живых систем, их жизнеспособности, все, что связано с работами великих теоретиков биологии, Бауэром, Вергом и так далее. То есть это очень важный синтез. И здесь действительно получаются целые школы научные, которые работали исторически в разных географических, политических, организационных и прочих условиях, и у них объективно не было возможности, во-первых, синтезировать свои научные знания, объединить их, ну просто потому что они разместимы были исторически, географически, языковым образом и так далее. Во-вторых, естественно, не было возможности, технологической возможности их осуществить. Сегодня уникальное время, когда у нас появились возможности для такого синтеза. И вот здесь очень важным, наверное, моментом будет упомянуть, вы являетесь руководителем Ассоциации инновационных предприятий и, собственно, сама платформа, на которой идет развертывание, платформа MBX.net. Да, RKO MBX.net, это вот применитель к русскому космическому обществу. Так называется наша платформа. И говоря о MBX, мы говорим о конвергенции. Нано, био, инфо, когни, социо-конвергенции. Мы можем и, наверное, нужно будет сейчас несколько слов об этом сказать. И если о конвергенции мы говорим, мы говорим о природоподобии, то в данном случае мы ровно об этом и говорим, говоря о развертывании космонавсферных пространств. Я тогда, прежде чем к второй фазе понимания вот этого процесса через логику уже русского космического общества, хочу вот два слова буквально про это нужно сказать, потому что не все знакомы с предысторией возникновения логики MBX, а сегодня она набирает обороты. Мы сегодня знаем, что и Курчатовский институт этим занимается серьезно. И вообще в мире MBX-конвергенция достаточно распространена. Вот несколько слов об этом, как это связано вообще с вашим путем научным, и как это сегодня перетекает в логику РКО, и потом мы перейдем вот к тому, к той инверсии, которую мы рождаем и которую мы предлагаем положить в основу нашего развертывания. Да, конечно, несколько слов, это можно часами, но постараюсь где-то минуты, да, 3-5 уложиться. Но сначала коротко на реплику, что не было сказано про работу Анохина функциональной, я должен сказать обо всем, что можно учесть, но это просто невозможно. И как раз почему, вот здесь и будет являться трудом коллективным, трудом коллективным, где все аспекты мы сможем учесть. А теперь, конечно, спасибо за, вот, про MBX, то, что мы начнем сейчас обсуждать. Я считаю, конечно, это очень важнейшее явление. Ну, во-первых, если взять там лет 300 назад, в основном ученый, он был натурфилософом. Это человек, который понимал весь мир в целом. Промышленные революции, которые, и сейчас мы находимся, четвертой промышленной революции по одной классификации, или шестой технологический уклад по другой классификации, уклады, революции, это можно сколько угодно говорить. Но суть от этого не поменялась, что где-то начиная, вот, как я уже сказал, лет 300 назад, очень глубокой дифференциации. С одной стороны, это было очень интересное явление, связанное с тем, что мы погружались в глубину. Но если вот реально посмотреть, потеряв общую цель, и это в основном свойственно западной науке, которые как раз вот в отдельных частных областях добились феноменальных результатов, да. С другой стороны, это и является и результатом, который не дает дальнейшего развития. И люди даже в рамках науки одной перестают понимать друг друга. И как раз вот это явление, я бы именно сказал, NBIX конвергенция, оно имеет такую историю. 2002 год, это Уильям Бенбридж, Майкл Рокко, просто изучали там в результате какой-то научно-исследовательской работы порядка миллиона статей электронным образом. И вдруг выявили, что ряд наук, и связанный с ним комплекс нано, био, инфо, когно, да, и вот еще раз комплексы наук развиваются просто ускоренным темпом. Это вот такая вот экспонент, ускорен, да. Ну, было обращено такое внимание на это. В 2010 году, там, 10-11 год, два наших соотечественника, Михаил Валентинович Ковальчук, президент Курчатовского института, сделал вообще-то естественное замечание, что, ну, как-то должно социально на это реагировать. И было создано целая кафедра в рамках МФТИ, так она и комплекс занимается NBIX. И философ Давид Израилович Дубровский, ну, тоже вот одно время в этом и заговорили. То есть, налицо, что, во-первых, эта техногенная часть развивается, и социум не может в рамках системы, не бывает так, что одна система развивается очень быстро, а другая не будет на это реагировать, да. То есть, у них был заход от технических наук, от естественных наук, и социум должен как-то на это реагировать. И возникло что понимание? То, что за 300 лет мы так вот дифференцировались, да, возник, естественно, значит, NBIC, потом NBICS, конвергенция, да, что необходимо сближать различные области. между собой и начинать рассматривать в целом. Но, как мне представляется, ну, нельзя горшок собрать из его осколков, да, вот, легче, наоборот, горшок разложить на осколки. И, ну, разбитый горшок, естественно, да. Вот, и в нашем случае что получается? Что переосмыслив это явление, это явление NBICS, инвегенция, мы наш комплекс создаем таким образом, таким образом, чтобы не только, вот как было это возникло в начальном посыле, ну, грубо говоря, такой горизонт различный, по большому счету предметной области. С точки зрения вот этого подхода, как оно зародилось, в общем-то, хорошее явление, хорошее понятие соединения, оно как бы плоскостное. Междисциплинарный синтез. Да, то есть я как субъект смотрю на эти объекты, предметы и начинаю их соединять, да, такой вот творец, так скажем, да. Но, но ведь мир, он един мир. Бабочка не решает дифуры, там, пока она летает. И летчик, кстати, который в самолете сидит, тоже их не летает, да. Это уже мы находимся частью природного процесса. И если зайти отсюда с целевой задачей нашей, и понимая, что мы являемся, в общем-то, функцией природы, во всяком случае, члены русского космического общества, которые это осознали, да, то мы смотрим на это, берем на вооружение, это очень важный подход на вооружение, но мы его расширяем до чего? Это не только плоскость, но это сближение, конвергенция различных институтов, государства, бизнеса, образования. Это сближение различных стадий создания объекта. Познакомился с ним, изучил, спроектировал. То есть мы начинаем реализовывать тот смысл, внутренний наш смысл. Физический вакуум мы делаем физическим пространством, целостным и наполненным, структурированным и распределенным. Да, то есть вот тот западный подход, который потеря цели к чему приводит? К тому, что они, достижения науки, обращаются в то, чтобы сделать из одного пола другой трансвестит, ну это как частное проявление. То есть не зная цели, мы начинаем вот эти достижения, собственно говоря, распылять. С позиции мы можем. То есть идея в чем? Нам должно или мы можем. Вот когда мы обладаем неисчерпаемыми ресурсными возможностями, организационными технологиями, экономическим потенциалом и так далее, и так далее, это как с идеей Фукуямы, как с идеей... Да, конец истории. С идеей сингулярности технологической и так далее. А что будет потом? Мы не знаем. А зачем мы это делаем? А мы можем. Это подход самоубийцы. Он может спрыгнуть с высотного здания, но зачем он это сделать? Потому что он это может сделать. Это очень важное обстоятельство. И сегодня, когда мы говорим о... Основу говорим о ноосфере, о космической истории, мы говорим о здравомыслии, мы говорим о том, что есть два типа законов. Законы права и законы природы. Законы права позволяют сегодня создать трансвеститы, создать там гендерное равенство, создать многие другие атрибуты, которые противоестественны с точки зрения законов природы, которые нельзя изменить, их можно познать и согласовать с ними в своей деятельности. Когда мы говорим о натурфилософии, когда мы говорим о специальном ремесле натурфилософ, ученый, философ, алхимик, то есть человек, который погружается, это одна грань реальности. Вторая грань реальности – это люди традиционных культур, которые жили в среде, которые понимали себя частью и функции жизни и живого, которые понимали характер взаимоотношений с космической реальностью, себя, природы, космоса и так далее. Понимается вот эту целостность на своем языке, на своих категориях, на своих понятиях, на своем опыте, исторически сложившемся. Так вот сегодня конверденция как попытка природоподобия вернуться в эту целостность – это правильно склеить горшок. Мы в этой связи, вот я говорил об инверсии внутри русского космического общества, и дальше мы будем развивать эту в контуре науки и в контуре философии, эту идею. Мы идею скиба, так называемую, то есть мы берем и переворачиваем, в основу всего ставим человека и общество. То есть NBX в инверсии – это скиба. Социо, когно, инфо, био и нано, в данном случае аутопоэзис, то есть воспроизводство, воспроизводство вот этих жизнеспособных систем. Да, на уровень, намечаешься, на нано уровне. Да, да, на этом уровне воспроизводство, конечно. И тогда получается скиба. Но это одна грань, это снова субъектно-объектное отношение. Мы субъект, мы человек, мы генеральный конструктор, мы даже… Это одна грань. И это грань науки, другой там нет. Субъект исследует объект исследований. В этом смысле косматика, которая является неким фундаментальным мировоззренческим основанием, можно его назвать философским, можно его назвать мировоззренческим, но главное в другом. Главное в том, что речь об отождествлении человека и общества человеческого с функцией природы, созданным для управления стихийными силами, стихийными силами природы, для той самой модуляции или модерации законов природы. Да, вот все окружающее нас, техносфера, это не нарушение законов природы, это модуляция законов природы, это соединение определенных возможностей, обусловленных законами природы, в определенные технологии, методологии и так далее, и в конечном итоге вот в те материальные объекты, материальные среды, которые удовлетворяют постоянно растущие наши потребности. соответствующим образом об этом речь. Поэтому косматика это не конвергенция. Косматика это отождествление себя с природой, с ее целями. Это очень важная вещь. Сегодня это кажется как-то странным, но еще там 200 лет назад этот разговор сам по себе был бы странен для любого, кто понимал, что он часть мира Божьего, часть вот этого Эдемского сада, если кто-то это понимал в этой логике, или просто частью природы, кой он является. Да, Алексей, вот я здесь как раз хотел раскрыть вот эту мысль последнюю, она вот не совсем очевидна для всех, вот точно могу сказать, для людей технического склада ума. Вот я хочу раскрыть вот последнюю мысль отождествления на таком примере, мне кажется, он совершенно понятный. Вот сейчас такой пример. Значит, смотрите, в России когда-то существовало, но она, сейчас она и существует для кого-то еще, пропорциональная система мер. Когда мерились сажениями, там 5, локоть, и так далее. И то есть, смотрите, какой интересный момент. Любой крестьянин, который строил в любом месте... Дом для себя и своей семьи. Да. Соответственно, с одной стороны, понятно, мы все по росту разные, но сохранялась пропорция. И тогда все пропорции в человеческом теле, это можете и по литературе, или сами замерить, в соответствии с золотым сечением. И тогда дом, или вернее, действительно, который он строил, он был в соответствии с золотым сечением. Это, с одной стороны, это целостный подход. Да. И это было природное явление, то есть, в соответствии с природными законами. Что начало происходить? Внедряется система СГС, которая, с одной стороны, при вот этой дифференциации, внедрила математические методы. Да. То есть, математика говорит, почему мы только соответствуем с золотым сечением. Мы можем любое построить. Все, что хочет. Некий универсальный принцип усреднения. Да. В среднем по палате. Все нормально. И, с одной стороны, у нас получилась интеграция всех вот этих подходов, которые есть в разных странах, делаемые, то есть, пропорциональные меры. Мы получили единую. Это был, с одной стороны, прорыв. Но прорыв привел к тому, что мы не только в России, не только в Советском Союзе, везде начали появляться большое количество архитектуры, практически вся она. Она уже не строится в соответствии с золотыми. Эта архитектура перестала быть классической. А классической, соответствующей пропорциям... Да. Храм Василия Блаженного, он весь на этих... Пропорциям универсальных констант, так называемых, которые... Мировых. Да. Вот то, что выражение, чего мы хотим быть. И тогда получается, что? Что исследования показали? Ну, вот, например, там, первый, наверное, протест, и хоть здесь стоит обратить внимание, выразил, да, Пинк Флойд в своем известном «Стена», да, где есть вот кто-то в видеоряд этот посмотрит, да, то есть, почему? Они сами-то архитекторы были, эти музыканты, вышли оттуда, да. Это вот внутрь, протест они выразили. И исследование, вот последнее, это хорошо вот у Сухоноса, в его «Квантовая гармония» книги, да, показано, что количество депрессии идет, так скажем, визуальная интоксикация, да, человека, когда он видит вот эти объекты неприродные, человек, который живет в городе, количество самоубийств, количество психических заболеваний, вот это ведет к тому, что… К деградации. Да. Не разумное использование дифференциальных подходов, математических, любых, в данном случае, наоборот, математики, не используя пропорции, можно и то, и другое сделать, но надо-то делать то, а не другое, да. И это приводит к тому, что мы строим, я привел просто, например, архитектуру, а то, что сейчас Алексей Алексеевич затронул, ведь когда мы говорим про Инбикс-конвергенцию, она тоже говорит про то, что мы можем сделать все, любое, но, когда мы заходим с другой стороны, мы можем сделать, но мы не должны рождать химер, химер это, ну, грубо говоря, там, лось с плавниками, да, химер не должны рождать, которые не жизнеспособны, а мы, вот здесь и есть со стороны русского космической косматики, мы подходим к этому очень важному инструменту, но его использовать именно со стороны природы, природы, да, и рождать природной технологии. То есть мы не природоподобные технологии соединим в естество, а в естестве будем использовать новые мощные подходы. Вот это ключевой момент, здесь видится. Согласен. И тогда достаточно емко мы раскрыли, для первой, я думаю, нашего сегодняшнего, для первой встречи этого достаточно, но в итоге я бы хотел практически блок затронуть вопросов. Итак, мы сейчас разворачиваем ноосферно-космическое пространство русского космического общества. Для этого создана вся инфраструктура, в масштабах государства у нас есть для этого правовое обеспечение, у нас это новые законы, которые позволяют запустить так называемую двухконтурную модель экономики. Кроме этого, мы говорим о том, что в РКУ будет трехконтурной модель экономики, и это вытекает из вот тех теоретических и практических обоснований, которые в нашем распоряжении имеются. Под третьим контуром мы понимаем контур природы, контур естественной среды. Это тот контур, который современная экономическая наука вообще не рассматривает как данность, он рассматривает как данность существования энергии, ресурсного обеспечения и так далее. И, в общем-то, отсюда все наши экологические проблемы, но мы об этом не будем сейчас говорить, об этом сказано достаточно хорошо в наших научных трудах и публицистических статьях. Сейчас мы поговорим о практической части. Итак, практически как будет выглядеть система, где в этой системе могут найти себя и члены русского космического общества, и те, кто будет готов и рад присоединиться к этой космоэкосистеме, как мы ее называем, говоря о космоэкосистеме, как открытой, целевой экосистеме, что будет отличать ее от многих других экосистем, которые будут фокусироваться на предоставлении услуг, комфорта, обеспечения, не будем называть персоналем. Соответственно, вот на эту тему. Сегодня в нашей экосистеме, которая уже на самом деле сформируется, да, и... Не сформирована, а частично сформирована функциональное направление. На данном этапе видится семь подсистем. Первая подсистема, которой мы уже немножко косулись в вашей беседе, это ситуационный центр. В настоящее время ситуационный центр опробирован в ряде государственных структур, бизнес-структур и в системах образования. В Русском космическом обществе ситуационный центр уже прошли обучение несколько человек, и он готовится к развертам. Вторая подсистема, это коммуникационная. Коммуникационная система очень активно эксплуатируется, и она включает в себя вебинары, видеоконференции и мессенджеры. Это уже рабочая система, она уже отработана. Третья подсистема, это образовательная часть. Коммуникационная система является важнейшим элементом. На этой системе разворачивается университет Русского космического общества, и наибольшей степени сейчас достигнут результаты для одного из институтов, институт системономии целостного мышления, в рамках которого записан курс научной основы целостного мышления, которым обучаются преподаватели. И четыре вспомогательные системы, это одна подсистема для людей, которые воспроизводят какую-то услугу, товар, какое-то полезное, то что может быть, полезный продукт по большому счету, это рабочее место. Второе, следующее рабочее место, это тот человек, который этот полезный продукт потребляет, товар, услугу, это его рабочее место, рабочее место, биллинговая система, которая будет вот здесь как раз, но это, видимо, будет другой передачей, связанная с несколькими контурами экономики, и система, рабочее место человека, который как бы типизирует, специфицирует, специфицирует эту вещь. В чем можно принять участие? Ну, во-первых, можно, мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто хочет проводить свои мероприятия на нашей площади. То есть, просто использовать как пользователя. Второе направление, ведь, уважаемые коллеги, можно воспроизводить на новом системном уровне свои учебники, свой видеоконтент, те какие-то полезные социальные практики, которые есть, их можно разместить на нашей площадке. Более того, в контексте трансформации глобальной мировой палитры, геополитической, локальной, страновой, я имею в виду перевод всех на дистанцию, разрушение хозяйственных, социальных связей и прочее, прочее, прочее. Мы не будем касаться причин, мы говорим о проявлениях. И в данном случае это приобретает совершенно новую информацию, да, теперь для, хочу обратить внимание разработчиков, в нашей системе, безусловно, количество сервисов, количество всевозможных функций, это требует привлечения большого количества людей. Поэтому, если есть какие-то разработки, с которыми мы можем интегрироваться, будем интегрировать в нашу систему, на уровне базы данных, на уровне среднего слоя, на уровне интерфейса, про контент я сказал. Это следующая часть. Также можно развивать саму систему. Система построена на плагинной архитектуре, у нас сервисный, микросервисный подход, это означает что? Что можно написать законченный модуль, законченный модуль, не только просто, как бы таким простым сложением, да, закончен модуль, который займет в системе достойное место и ее расширит, потому что это процесс, это бесконечный процесс. Я скажу лишь о том, что создавая свою космоносферную структуру, да, экосистему, мы ставим себе целью полностью обеспечить автономность функционально. Да, мы разработали концепцию так называемого сетения, а это значит, это свои браузеры, это значит, это своя коммуникация, это значит, это свои хостинги, это значит, многие другие атрибуты, которые, в общем-то, локализуют эту систему. Не закрывают ее, нет, это обменивающаяся, открытая система, но есть система фильтров и есть система внутреннего контроля и аудита, который фиксирует, фильтрует тот контент, который поступает внутрь этой системы, иммунная система, так называемая, поскольку мы говорим о пространстве развития жизни, конечно, близнетворные, дегенеративные процессы не будут поражать ее, потому что будет выстроена эта система, да, и вот та самая русеть, о которой мы здесь говорим, она в себя это включает. Именно поэтому я говорю о том, что данный конструктор, данная конструкция позволяет интегрировать в себя, как людей, которые готовы подключиться к этому процессу, а это действительно увлекательный процесс, развернуть свою глобальную, национальную, у нас, кстати, ее в принципе нет на сегодняшний момент, не говоря о том, что это созидательная система. Это просто моветон сегодня пользоваться WhatsApp, мы в русском космическом обществе не пользуемся никакими зумами, скайпами и так далее, просто потому что, да, ты где-то эргономичнее сегодня. Ткнул на кнопку, и у тебя там расцвело все там в красках и в цветах, но это просто моветон. Когда есть своя платформа, мы работаем на своем, это культура определенная, поэтому мы это можем уже сегодня себе позволить, и это славно. А дальше это выльется в целую там могучую инфраструктуру, и мы даже не будем думать о том, что там кому-то, куда-то. Нужно не только отдавать свой интеллектуальный потенциал, мы поговорили там, а кто-то там через нейросеть проиндексировал сказанное нами, выделил определенные элементы, которые представляют ценность, отдал на анализ следующей нейросети, и дальше уже специалист там считал ту информацию, которая ему необходима. То есть это не просто промышленный шпионаж, а это просто те самые бусы, о которых мы говорили в самом начале. Это просто некультурно сегодня человеку, который тем более говорит о каком-то патриотизме, который говорит о любви к родине и так далее. Это как вот ездить там на иностранном автомобиле и не потому что нету отечественного, действительно его нету практически. Ездить можно, но не думать о том, что ты едешь на иностранном автомобиле, а у нас нет автомобильной промышленности, которая бы могла произвести близко сопоставимый автомобиль, это уже неправильно. Еще раз говорю, правильно ездить на автомобиле, если это необходимо, но неправильно не думать о том, что пока у нас не будет своего автомобиля, мы, мягко говоря, не обеспечим им это размещение, о котором нас призывают.